Загадка Вы превышаете допустимую скорость Мне кажется тут какие-то гонки проходят Потому что мне сзади я ехал 150 Мне сзади мигала какая-то хрень Я не понимаю Я просто не понимаю Главное выйти из потока мне кажется Мне не нравится в таком ритме играть в шашки со всеми причем Вы превышаете допустимую скорость То есть 40 и игра в шашки это какой-то маразм Причем все играют Это турнир шашечный Контроль скорости Ладно поеду чуть-чуть медленнее На самые ездуные улетят Надо будем ехать чуть медленнее Все осталось там километров 350 50 Рис 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 21 50 50 50 Сейчас увидим армию ездунов. Они все едут под 150. Это все, кто с левой стороны нас обогнал, это 150. У нас 120. Я бы хотел ехать 130. Это оптимальная скорость. Для разгона, для торможения. Выдевышаете допустимую скорость. Я, честно говоря, уже устал. Скорость едут. Сейчас не очень хотел. Я бы сейчас елозит туда-посуды. Я в этом плане, конечно, больше нравилась Серпия. Пошелся спокойно, 130. Без ездунов. Там единичные бывали. Заезды. Потому что тут же опять горы, не забывайте. Температура воздуха 30, значит, полотно там под 50. Загадка. Кто-то уездился. Сегодня попал он сам. В общем, ладно, я поехал. Что-нибудь будет интересное на трассе, включусь, покажу. Да, вот смотрите, собственно. Очень красиво сейчас будет. Вот трасса идет и уходит направо. То есть они ее красиво сделали. Ехать здесь уже, ну, я еду не первый раз здесь. Очень красивое место. Естественно, что это за езда, которая всех поджимала. А сейчас мы с ними не едем. Вот этот вот жирный лофус. Поджимал прям. Все, мамы не горюй. Ладно, поехали дальше. Продолжаю ехать по автобану до Бургуса. Вообще никаких изменений. Просто дорога. Ухоженные поля. Частично, частично неухоженные. Частично трава, частично сено. Груза. И дорога. Средняя дорога. Раньше была просто гладкая полотно. Сейчас уже чуть-чуть где-то. По старинку, скажем так. То есть вы видите, как трещет. Но при этом нужно ехать 140. Большинство, вот я еду 140, большинство едут 160-170. Ментов до жопы. Раданов до жопы. Но, видимо, это все рассчитано только на свое. Иначе кому они все эти письмы счастья-то отправят? Никто ж не записывает, никто живет. С левой стороны запускают валютно-воздушные шарики. Вот там один летит. И второй то ли опускается, то ли поднимается. Гонщики из ряда безумных. Вот они. В своем гнале под 170. Этот решил на Вальцвагине пойти на оброн в фуру. То есть он хотел в фуру втемяшиться. Его не пропустили. Пришлось ему втемяшиваться в фуру. Хорошо сообразил, что фуры больше. Вон слева воздушные шарики летают. Один высоко, а второй только только поднимается. Выглядит прикольно, страшно. Наверное, не знаю, ни разу не летал. Когда твоя жизнь зависит. Не знаю, чем отказываться в воздушном шарике. Вот так вот они летают. Малевые такие на воздушном шарике. Ага, и дерево. Что-то дорога какая-то вообще-то крысучая. В пути есть на автомобиле один большой минус. Так как пока едешь, чтобы все что-то пьешь, кушаешь, конечно, меньше. Потому что сложно и рулить, и кушать. Тем более нормальный кушать. То больше пьешь. И возникает постоянно вопрос остановки. Останавливаться не хочется. Потому что когда включился в режим. Как только включаешься в режим, уже легче ехать, чем потом остановиться, сделать свои дела. Потом дальше поехать, потом опять надо включиться. Это как автопилот. Он заработал уже все. И гораздо проще рулить. Я вам сейчас попробую показать поближе воздушные шарики. Что-то вообще ничего не видно. Вон оно. Вдалеке летит. На самом деле сейчас не так темно. Просто, видимо, отсвечивает каперу. Вот. Мы проехали сколько-то километров. До конца пути осталось 2-3-100. То есть еще, грубо говоря, полтора часа. Едем дальше. Дорога, она одна и та же. Что-то рассказать. Уже сейчас мозг не в состоянии. Я думаю, приду в себя после поездки. Поедем куда-нибудь с девчонками. Еще расскажу что-нибудь интересное. Опять же, что-то появится. Показать на трассе. Покажу. Опять возникла проблема с бензином. Я еду. Видимо, чуть-чуть все-таки не хватает. Километров 30. В самом начале слишком я усиленно пытался кататься со всеми конецами. Вот. В итоге, короче, бензина не хватает. И вот мы уже проехали километров 70-80. На этом автобане нету заправок. Вот нету их и все. Так что, выезжая сюда, запасайте полный бак. Ну что, а где, собственно, его взять? Конечно, есть где-то там в улочках справа и слева. Но это надо искать. В этом автобане главная проблема. Отсутствие... Огромная проблема. Вы превышаете, допустим. Отсутствие заправок. Отсутствие.